Привет, ребята! Давненько мы с вами не виделись Я, вы не поверите, за это время на конференцию по геологии успел съездить Важную, между прочим, там, правда, казус произошел Один студент сказал, что металл Индии открыли в Индии Вот смешно! Что, не понимаете, что тут смешного? Ладно, садитесь, сейчас я вам расскажу, в чем тут дело Кто я? Музейный Коля Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные А я музейный, в музее геологии живу Днем незаметно для всех за порядком слежу А по ночам истории разные рассказываю Кому? Да вот вам и рассказываю Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз Что люди нашли в глубинах земли, об этом наш рассказ Что под нами, под ногами Индий, хоть это металл, конечно, редкий и необычный во всех смыслах Открыли не в далекой Индии, а в Германии И с Индией он, несмотря на название, совсем не связан Ну, или совсем чуть-чуть Индий назвали в честь цвета индиго Фиолетово-синего Цвет, в свою очередь, получил название в честь растения, которое как раз в Индии и встречается Но тут скрывается хитрость Цвет от металл Индии вовсе не синего, а серебристого Зато линия синего цвета встречается у Индии в спектре Как? Не знаете, что такое спектр? Да нет, ну не верю Вы все, ребята, точно видели радугу после дождя Радуга — это и есть самый настоящий спектр Белые солнечные лучи проходят через капельки дождя И превращаются в разноцветные линии на небе Спектр есть не только у Солнца и звезд, но и у разных элементов в нашей земной коре Опыты со спектром помогали ученым узнать состав минералов Так вот, немецкие ученые Райх и Рихтер искали в спектре одного соединения зеленый цвет Характерный для металла талия А нашли вместо этого ярко-синюю линию Оказалось, что она принадлежит новому металлу Индию, конечно Открытие Индии приписали сразу двум ученым Фердинанду Райху и Теодору Рихтеру А вы знаете, что еще любопытно? Один из двух ученых, профессор Райх, был дальтоником То есть не умел различать цвета Все результаты исследования записывал его ассистент Рихтер Вот такая история Но изучение нового металла продолжалось и вскоре помимо ярко-синего цвета в спектре у Индии обнаружилось много других необычных свойств Чтобы разрезать Индий, особых сил не требуется Ведь металл этот очень мягкий, почти как пластилин А при сгибании он издает необычный хруст Больше ни один металл так себя не ведет Кто-то даже говорит, что Индии можно надкусить, зубы не испортишь Ну, я вам, конечно, такого ни в коем случае не рекомендую Да и к тому же, вряд ли у вас, ребята, кусочек Индии окажется Металл это редкий и очень-очень дорогой Первым делом Индии разглядели производители зеркал Зеркала, куда добавили этот металл, почти не искажают изображение Еще Индии используют при изготовлении автомобильных фар и двигателей А еще для экранов наших современных компьютеров и телевизоров Такие экраны называются жидкокристаллическими Что касается добычи, вот тут с Индием возникает много сложностей Металл этот не встречается отдельно Только в свинцово-цинковых или оловянных рудах Основной источник Индии – так называемые цинковые обманки Это такие минералы серого цвета, в составе которых есть цинк Индии получают во время переработки цинковой руды А вот дальше, дальше начинается самое интересное Чтобы отделить Индии от цинка или олова Могут использовать метод цементации Сначала добытое сырье превращают в раствор А затем отделяют от других металлов с помощью особой цинковой пыли Это очень сложно Ну, когда-нибудь потом подробно расскажу В отличие от газа, который добывает компания «Газпром» И которого в нашей стране много-премного Индии для России металл редкий Больше всего добывают его в Китае, Японии и Южной Корее Как вы, может, слышали, эти страны славятся своими технологиями Там производят и автомобили, и компьютеры, и телевизоры, и смартфоны Еще Индии встречается в Канаде В стране к северу от Соединенных Штатов Америки Индий – это серебристый металл с фиолетово-синей линией спектра Металл этот очень мягкий Индии нужен для производства зеркал, автомобильных фар и экранов компьютеров и телевизоров Добывают его вместе с цинком, свинцом и оловом Индии – металл очень редкий и очень дорогой Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз Что люди нашли в глубинах земли, об этом наш рассказ Что под нами – под ногами Так, сколько времени? Сколько, сколько? Ой, все, пока